В эфире РБК региональный выпуск новостей. Мы вещаем из отеля Краунплаза Уфа. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. Итак, Башкортостан лидирует в Приволжье по количеству жителей, а в стране по этому показателю занимает седьмое место. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве сообщил руководитель Башстата Акрам Ганиев. По данным переписи, численность населения Башкортостана за 10 лет увеличилась на полпроцента и составила 4 миллиона 91 тысячу человек. Доля городского населения также выросла на полтора процента до 62 процентов. Доля мужчин в общей численности населения составила 47,2 процента. Женщин 52,8. То есть все-таки половое соотношение в какой-то степени оздоравливается. Росстат ежемесячно будет выпускать окончательные итоги по разным темам и направлениям. В ближайшее время будет получена окончательная численность населения по стране и регионам. По сравнению с 2010 годом численность населения Уфы выросла на 9 процентов. Такая динамика позволила столице республики опередить по данным показателю Омск и Ростов-на-Дону. И вплотную приблизиться к Самаре и Челябинску. В России к 2025 году откажутся от производства одноразовой пластиковой посуды. Власти уже приступили к разработке соответствующего законопроекта, о чем заявила вице-премьер федерального правительства Виктория Абрамченко. Предполагается, что уже через три года будет введен стопроцентный норматив утилизации упаковки. Те материалы, которые нельзя переработать. И такая продукция, как, например, пластиковые трубочки, которые трудно извлекаются из-за объема накопленных твердокоммунальных отходов, будут заменяться на более экологичные. По словам вице-премьера, отказываться от таких товаров страна будет по мере того, как начнут появляться достойные альтернативы. При этом ожидается, что до 49% упаковки будет произведено из вторичных ресурсов. К слову, сейчас активно разрабатывается отечественный аналог упаковки «Тетропак». Сейчас проводятся эксперименты совместно с компанией по производству упаковки и по маге «Монди» и производителями молочной продукции. Запустить серийное производство отечественной упаковки «Пьюрпак» для пищевой продукции планируется уже в этом году. В 300 селах республики нет ни одного отделения банка или банкомата, а также терминалов для оплаты. Об этом рассказал управляющий нацбанком по Башкортостану Марат Кашапов. Проблемы наблюдаются преимущественно в небольших деревнях и поселках. В них проживает 6% населения республики. Для повышения доступности финансовых услуг в регионе действовала пилотная программа. Банки наращивали свое присутствие в отдаленных районах и продвигали свои мобильные приложения. А Национальный банк – систему быстрых платежей. В результате удалось на 25% увеличить количество платежных устройств, на 33% увеличить количество точек предоставления банковских услуг на базе Почты России и в 2,5 раза количество торгово-сережных предприятий, которые предоставляют жителям наличные денежные средства по соглашению с банками. Начиная с текущего года, работа эта будет проводиться на территории всей республики с особым фокусом на населенные пункты, наиболее остро нуждающиеся в точках доступа к финансовым услугам. При этом республика занимает лидирующее место в рейтингах развития платежной инфраструктуры в России, а также в Приволжском федеральном округе. Башкортостан станет пилотным регионом, где опробируют промышленную ипотеку под 5%. Запустить механизм предложил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Правительство должно отработать детали программы с банками и запустить ее в полном объеме в ближайшее время, отметил глава государства. Право на льготный кредит получит предприятие, которое планирует купить готовые площадки для производства. Также президентам России предложено запустить промышленную ипотеку под 5% годовых. Тоже данное направление будет пилотировано в республике Башкорстан. И как раз опробация пройдет на индустриальном парке Уфимский и в рамках особой экономической зоны Алгар. Поддержка подразумевает субсидирование недополученных банками и партнерами дохода в размере ключевой ставки Центробанка. Предполагается предоставление кредитов по ставке не более 5% до 500 млн. рублей на срок до 7 лет. Это для промышленных предприятий. И до 2 млрд. рублей на срок до 10 лет для застройщиков индустриальных и технопарков. Госсобрание Башкортостана снизит налог на имущество для торговых центров и предоставит землю без торгов для магазинов на селе. Предстоящее принятие законопроектов анонсировали в пресс-службе регионального парламента. Меры поддержки затронут потребкооперацию торговые комплексы и компании, резиденты территории опережающего развития, а также предприниматели, которые применяют патентную систему налогообложения. Вместе с этим Кабмин внесет поправки в закон о межбюджетных отношениях. Предполагается продление срока бюджетных кредитов, выданных местным бюджетом. Также парламент рассмотрит поправки в республиканский закон о регулировании земельных отношений. Предполагается выделение земли без торгов, под строительство магазинов и кафе на селе. Депутаты парламента рассмотрят законопроекты на итоговом заседании 30 июня. Ранее они были предварительно одобрены профильными комитетами. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.